Другим темам новые рабочие места и налоговые поступления в бюджет. Сегодня в Астраханской области состоялся пуск двух нефтеперекачивающих станций. Событие значимое не только для Астраханской области, но и страны в целом. На церемонии пуска побывала и наша съемочная группа. Несколько оборотов по часовой пуск дан. Новая нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума теперь в деле. Вместе с другой НПС в Красноярском районе, который сегодня также дали жизнь, она обеспечит дополнительных 10 миллионов тонн нефти в год. Цифра существенная, и этому предшествовала огромная строительная, инженерная и технологическая работа. Вот второй станции происходил в режиме телемоста. Несколько оборотов по часовой запуску магистральной нефтеперекачивающей станции. Так в КТК называют насосы. Система готова работать 365 дней в году. Оборудование самое современное и надежное, но отвечает всем требованиям промышленной и экологической безопасности. Проект разработан с учетом нулевого воздействия на окружающую среду. Система замкнутая, нет никаких выбросов наружу, скажем так. Поэтому все, что возникает внутри системы, какие-то утечки, я имею в виду утечки, не поймите, неправильно, не аварийные утечки, а когда работает магистральный агрегат, все равно какие-то утечки есть по сальникам, по подшипникам. Это все возвращается обратно в систему. И это не единственный плюс. Астраханская область получила новые рабочие места. Уже сейчас речь идет о трудоустройстве больше 500 астраханцев. Стоит выделить и налоговые поступления в региональный бюджет. В прошлом году эта сумма достигла около 255 миллионов. Территория наша сегодня находится в развитии именно по углеводородному направлению. Те проекты, которые сегодня разрабатываются, уже добыча началась на Акаспии. Они требуют трубопроводные магистрали. И плюс еще несколько месторождений, которые в ближайшие 2-3 года будут уже в стадии добычи. Это тоже будет необходимо для пропуска нефтепродуктов. Губернатор также отметил и социальную направленность компании. Речь идет в частности о благотворительности и сумме в 600 миллионов рублей. Такая поддержка будет продолжена и в дальнейшем. Татьяна Орлова, Владимир Фролов, Вести, Астраханская область.